Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие». Читаем Писание, толкуем Писание, разбираемся в служных местах Ветхого и Нового Завета вместе с порталом экзегет.ру Итак, дорогие друзья, мы начинаем новый цикл, цикл, связанный с историей, содержанием книги под названием «Книга «Второзаконие». И вот поговорим мы в ближайшее время о том, какие главные мысли, главные идеи, главные содержания содержатся в этом замечательном сочинении Ветхого Завета. Итак, дорогие друзья, вы все знаете, несомненно, книгу «Второзаконие». Это есть пятая глава пятикнижки Моисеева или Тора, как называют евреи, этот корпус книг. И в этом сочинении второй раз, еще раз, поэтому называется в традиции христианской «Второзаконие», рассказывается о том, что же Бог сообщал евреям, когда они шли из земли рабства, из Мицраима, из Египта в свою землю. И вообще, дорогие друзья, все пятикнижье, даже больше, чем пятикнижье, включая книгу Иисуса Навина, книгу судей и так далее, это история о том, как евреи идут из чужой земли, из Месопотамии, Авраам, из Египта, Моисей, в свою землю, и как они эту землю захватывают, владеют, там они живут, обустраиваются. А потом заканчивается история Ветхого Завета тем, что они эту землю теряют. Оказывается, ситуация плена, павелонского плена, плена сирийского. Но потом, впрочем, опять часть евреев возвращается на землю, чтобы там обитать, и чтобы было исполнено Божье обетование, Божье пророчество. И вот такая вот тема, тема земли, которая была обетована, обещана, потом дана, дана не сразу, дана спустя столетия, после обещания данного еще Аврааму, потом земля была опять потеряна, и потом она была опять обретена. И вот об этой теме земли, по-еврески Эрец, вот рассказывает во многом весь Ветхий Завет. Даже так многие говорят, что само творение мира, само создание мироздания, света, тьмы, твари, птицы и так далее, имело своей целью то, что евреи получат, наконец, себе землю. Появится Израиль, у этого Израиля будет своя земля. И вот об этой истории мы читаем с книги Бытия и дальше. Книга Бытия, Исход, Левит, Числа рассказывают нам о том, какая была история появления народа Израиля, того, как он оказался в плену в Египте и исхода из Египта. Потом книга Чисел и Левит, да, имеет много связанного с законами, с научением, с наставлением. Это такая настоящая Тора в Торе. Но там еще много и событий, связанных именно с историей. Там разные ситуации, описываются моменты исхода из Египта. Но вот возникает пауза. Книга Второзакония – это когда евреи подошли уже к Палестине, к Ханаану, отделяют Моисея и его народ от Ханаана лишь река Иордан. И вот возникает пауза, пауза длиной во всю книгу Второзакония. В книге Второзакония нет описываемых происходящих событий истории. Да, начинается книга Второзакония с того, что Моисей повторяет, как будто напоминает, рассказывает о том, что было до этого. Но в принципе книга Второзакония – это рассказ без истории. Это рассказ о том самом главном, самом важном, что должны евреи, войдя в Ханан, знать, помнить и практиковать. Вот об этом книга Второзакония нам рассказывает. И в дальнейшем история возобновляется уже в книге Иисуса Навина, где описывается завоевание земли Ханаан. Итак, как уже было сказано, события, описываемые в книге Второзакония, это события того, как Моисей повторяет основные положения закона. Повторяет то, что было сказано, вроде бы уже было сказано в книге Чисел, книге Левит, немножко в книге Исход, повторяется еще раз, заново, с самого начала Моисеем перед входом в Ханаан Израиля. И это был последний день жизни Моисея, потому что, сказав эту речь, описывается то, как Моисей умирает. Мы знаем, что Моисей привел Израиль к реке Иордан, но перейти реку Иордан ему было не суждено. Формальная книга Второзакония – это есть собрание речей, слов. И даже называется по-еврейски книга Второзакония «Деварим», то есть слова. И это есть такое большое собрание нескольких крупных речей, где Моисей повторяет, рассказывает что-то важное о том, что надо помнить народу, входящему в Ханаан, в Палестину. Формально книга Второзакония похожа на повторение клятвы, повторение завета. Мы знаем, что завет был заключен на горе Синай, между Израилем и Богом, а до этого были заветы с прадцами, с патриархами. Но вот Бог выполнил свое дело, свое обещание, спас Израиль из Египта, из плена, из рабства, и привез, принес, привел Израиль ко входу в Ханаан. И в этой связи завет должен быть возобновлен. Читаются положения этого завета, читаются нормы, соблюдая которые, Израиль будет находиться под опекой, под защитой Бога. И вот венец этого повторения является повторение обоюдное клятв, присяги, обещания между Богом и Израилем. Какая композиция книги Второзакония, из чего состоит? Ну, как уже было сказано, это формально, содержательно и формально, и собрание речей. Моисей рассказывает разные слова, оформленные, разные мысли, оформленные в виде ряда речей. Этим речам предшествуют, как в нормальной литературе, предшествуют введения, где рассказывается о том, как пришли в это место, в эту точку, Моисей и Израиль, и чего они там будут делать, и когда это все происходит. Поэтому начало этой книги, первые четыре главы книги Второзакония, это часть такая историко-мемуарная, то есть вспоминает Моисей, что же было до этого. И последние две главы этого сочинения рассказывают о том, как Моисей умирает, рассказывается о его смерти. То есть окончание этой главы, этой книги, извините, это и есть рассказ о кончине Моисея. Ну, к слову сказать, это содержащееся в книге окончание, рассказывающее о кончине Моисея, было еще в средние века основанием порассуждать. Но вот если это есть сочинение пятикнижья Моисея во Второзаконии, то мог ли Моисей написать в этой книге о своей смерти? Ну, об этом поговорим немножко позже, о том, как эта книга, она появилась. А скажем сейчас пару слов о названии этого сочинения. Итак, есть традиционно еврейское название книги Второзакония, как я уже сказал, «дварим», слова. И многие знают, что назывались еврейские книги, и вообще древние книги назывались очень часто, древние восточные книги назывались часто по первым словам этого сочинения. Да, поэтому у нас книга «Бытия», а в традиции еврейской «берешит» в начале, да, ну и так далее. Другие есть книги, там «Бэмэдбар», и вот книга наша сегодняшняя, о чем мы говорим, книга «слова», книга слов или «дварим», потому что начинается эта книга вот такими словами. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всему народу Израиля. Вот, значит, откуда же появилось слово «второзаконие»? А вот, дорогие друзья, в главе 17-й говорится о какой-то копии Торы, о каком-то повторении закона, о втором варианте закона. И вот на основании этого сюжета появляется данное греками. Название книги – название, описывающее содержание этого сочинения. А это именно второй закон, «второзаконие». То, что было сказано прежде в пятикнижье, повторяется еще раз в этом сочинении. Ну, например, да, вот пример. Вот «деколог», нам известные 10 заповедей, уже сказано, уже были написаны в книге «Исход», глава 20-я, но во «второзаконии» глава 5-я, главе 5-й повторяется еще раз. И таких повторов будет много. Ну, разумеется, ученые, они знают, что это не повторы. Это есть разные редакции одной традиции, где есть очень важные акценты, которые показывают своеобразие мысли, перспективы, мышления, мировоззрения редактора именно «второзаконии». Но для читателя такого более наивного это есть действительно повторение еще раз того, что было сказано прежде. Пару слов о книге и ее авторе. Конечно же, у любого сочинения есть свой автор, либо авторы. Ну, и в традиции иудейской, и древнехристианской устоявшиеся мини таково. Автор этого сочинения является Моисей. Да, вот эти книжья Моисеева, поэтому и книга «Бытия», и «Исход», и «Левит», и числа «Ивторозакония» тоже это есть сочинение Моисея. Впрочем, дорогие друзья, вот таких вот явных указаний, что это есть слова Моисея, или Моисей написал это, мы тут почти не находим. Учение о том, что это Моисеева творение, а это Моисеева творение, но в духовном плане формируется в традиции иудеев и христиан, во-первых, иудеев, во-вторых, христиан, уже в более позднее время. Поэтому, скорее всего, вот действительно автором этого сочинения был Моисей, но в духовном плане, как основатель традиции, как участник завета при Синае, как инициатор самого этого движения, движения из Египта в Ханаан, с таким богатством, как закон Божий, как завет с Богом. И в этом отношении, конечно же, это есть второзаконие Моисеево, книга Моисея. Да и сам Моисей оказывается главным героем этого сочинения, потому что все в этом сочинении рассказано о том, как Моисей рассказывает о законе. Моисей выступает как пророк, пророк образцовый, уполномоченный Богом, возвещает народу его Божью волю, его Божье учение, Божью правду о мире, о человеке и о самом Боге. Вот Моисей, пророк, и он об этом рассказывает. А кем еще является Моисей? Ну, Моисей является типичным учителем, потому что Моисей, он использует такую очень важную форму повторения, закрепления, что ли, обобщения и так далее. И вот в этом отношении Моисей оказывается таким образцовым, таким архиучителем, да, прототипом любого нормального учителя. Ну, а все же, если не Моисей был действительным автором этого сочинения, кто же был автором книги под названием «Доворим» либо «Второзаконие». Ну, вот есть такое место, это книга «Царств», 4 глава, 22, где описывается жизнь и царство, и правление царя Южного царства, которого звали царь Иосия. Так вот, вообще, когда мы читаем историю царей, да, в книге «Царств», книге «Хроник», «Паралипоминон», мы находим мало хороших царей. Все цари северные, они все плохие, а все цари южные тоже плохие. Ну, там есть парочка хороших царей. Ну, какие хорошие цари? Ну, вот, допустим, языкия более-менее хорошие. Или вот царь самый хороший – это у нас, конечно же, Иосия, потому что харизма Давида, благочестия Давида свойственны и его потомку. Из династии Давида было, как мы знаем, Иосия. Это же южное царство, там была династия Давида. И вот рассказано о том, в этом месте книги «Царств», четвертой книги «Царств», глава 22, о том, как священник Хелкия находит в храме некий свиток, который там был положен давным-давно, он был написан кем-то, и вот его нашли. И какая-то книга закона, обретенная, найденная, она потом оказывается фундаментом проводимых Иосией реформ. Каких реформ? Ну, очень просто. Три единицы, там можно указать. Первая единица – один храм. Лишь в одном храме, храме Иерусалимском, возможно принесение жертв. Лишь там Бог принимает кровавые жертвоприношения. Итак, один храм. Дальше. Один царь, одна династия, это династия, конечно же, Южного царства, династия Давида. Ну и, конечно же, один Бог. Один Бог, не в каком-то смысле богословском, философском, это тоже, конечно же, имелось в виду, но один Бог, существующий как объект поклонения в одном месте на территории Израиля. Вот именно в этом храме почитание Бога, оно уместно и закономерно. А в прочих местах разного рода святилища, разного рода древние храмы, древние какие-то места сакральные, тем более разные ручьи, разные рощи, там нельзя поклоняться Богу. Вот. И все это внезапно оказывается написанным в том, что находит пророк Хелкия, точнее, первосвященник Хелкия в храме города Иерусалима. И вот возникает предположение, это гипотеза, дорогие друзья, гипотеза возникает у ученых, что и была найдена, да, найдена была, это самая книга второзакония, потому что в этой книге содержатся те же самые предписания, которые для Иосии были ориентированы для его политики, для его религиозной реформы. А как эта книга была найдена? Ну, вероятнее всего, ряд писцов, да, книжников, людей, богоугодливых, интересующихся Богом и Его волей, под руководством царя Иосии, при участии, при возвращении Хелкия делают, создают обработку, да, редакцию того, что было известно в их времена, и то, что шло, доходило из древних времен. Предания об Врааме, предания об Исходе, о Моисее, записи, имеющиеся какие-то хроники, летописи, книги, содержащие закон Моисея. Все это было взято в оборот, это все было обработано, все казалось предметом такой вот цельной редакционной работы, и появляется ядро современного сочинения под названием «Книга второзакония». Вот такая, видимо, была история появления этого сочинения. Поэтому книга – это Моисеева, как Моисеева, мы уже об этом поговорили, но именно первая фиксация происходит именно при царе Иосии в 621 году до Рождества Христова, то есть 7 век до новой эры, до Рождества Христова, до христианской эры, и 50 лет до начала Павелонского плена. То есть люди, которые ушли в плен, а это была элита Южного царства, люди наиболее просвещенные, образованные собой унесли ядро этого сочинения. В изгнании, в плене и по возвращении книга дорабатывается, дописывается в свете того опыта, который получила община Израиля в момент плена и исхода из этого плена. Поэтому, когда израильтяне вернулись из плена обратно на свою родину, в Израиле, в Ханаан, у них был учебник, как правильно по-божьей организовать жизни в этом регионе, на своей земле, на родной земле, в земле, которая была обещана Богом Аврааму, Исааку, Иакову и так далее. Что в этой книге важного? Ну, конечно же, мы будем комментировать главы, это будет позже, и там всегда будет отмечаться нечто характерное или важное. А пока скажем лишь, вот понимаете, самое общее, связанное с этим сочинением. Это книга, которая называется очень часто учебником Торы, учебником закона. Вот учебник, какая-то учебная литература. Это книга, книга инструкции, сама Тора есть инструкция, сам закон есть, наставление, ну, это есть какой-то вот учебник по закону, по пятикнижью. И вот эта вот учебная, ученическая какая-то функция, она очень сильно представлена в этом сочинении. Сам Моисей, это есть настоящий учитель, который, или преподаватель, профессор, у которого есть кафедра, у которого есть аудитория, и он рассказывает, он ведет лекцию, он озвучивает свои речи, свои слова, свои дева рим. Кем является Израиль в этой общине? Вот такое понятие Израиль есть учащаяся община. Община, которая учится, община, у которой есть учебники. И книга второзакония – это есть тот самый учебник законов Бога. В этом сочинении очень много элементов, знакомых каждому преподавателю, каждому школьнику, а именно краткие фразы, которые легко запоминать. Еще какие-то маленькие абзацы, где в сжатой форме, лаконично и безупречно для содержания, изложено какое-то очень важное понятие, такой какой-то прото-символ веры, или какой-то прото-катехизис мы находим здесь. Эти краткие формулы, эти повторения, эти какие-то лаконичные абзацы – это есть лучшие подспоры для желающего чего-то научить, узнать, запомнить, когда он занимается изучением закона Моисеева, закона Бога. Еще описывается в этом сочинении уникальный обряд, уникальный такой культовый феномен. Каждые семь лет община собирается в храме, там они сидят, там они располагаются, и священники или первосвященник читает книгу закона. Всем людям, собравшимся в храме, и это чтение, приуроченное к празднику кущи, празднику дарования закона, является элементом такого ритуала заучивания. И в этом ритуале заучивания или повторения проявляется то, что было и при входе в Ханаан с Моисеем и с его соплеменниками. А именно перезаключение, обновление самого закона, когда и Бог, и Израиль участвуют в подтверждении однажды данной клятвы, обещания или присяги. Ну и, наконец, читая книгу второго закона, нельзя не увидеть огромный потенциал творческой, социальной энергии. Ведь редакторы этого сочинения выдумывают идеальный Израиль, идеальное общество, идеальное собрание людей, живущих на Божьей земле под Божьим руководством, и это точно должно проявляться в социальной жизни. Как должно проявляться? А именно заботой о низших, попыткой преодолеть социальное классовое неравенство, попытки создать в Израиле общество братьев и общество сестер. И в этом отношении книга второзакония является очень понятной, очень близкой к каждому человеку Нового Завета. Дорогие друзья, на этом наше маленькое общее введение во второзаконии закончилось. С вами портал экзеки.ру и я, священник Алексей Волочков из Петербурга. Спасибо за внимание. Продолжение следует...